Ребят, всем привет! Вот и подошла к концу очередная неделя, которая, на мой взгляд, принесла немало интересных цифровых релизов. Например, долгожданный многими хоррор, получивший довольно неплохие оценки от киносервисов, комедийная мелодрама со Скарлетт Йоханссон в главных ролях, а также и сиквел фильма 1996 года с Дейзи Эдгар Джонс и Гленном Паулом. В общем, сегодня есть из чего выбрать, что же посмотреть вечером. Надеюсь, все помнят о поддержке в виде лайка, хорошего комментария и подписки на канал. Ну а так как сегодня действительно есть о чем поговорить, я не смею больше отнимать ваше время, присаживайтесь поудобнее и приятного просмотра! Так все хорошо. И открывает сегодняшний обзор «Зверь внутри» — британский драматический хоррор от Александра Джея Фаррелла с Китом Харрингтоном. В одной из главных ролей, цифровой релиз которого состоялся 13 августа. И тут критики сразу выдали ему довольно унылые 36. Правда, зрителям, по всей видимости, фильм понравился больше, с общей оценкой в 69%. Сюжет. Десятилетняя девочка по имени Уиллоу живет в счастливой семье вместе с дедушкой. Но главное — их изолированная жизнь протекает в глухом лесу в довольно укрепленном доме. Однажды юная героиня начинает замечать странное поведение своих родителей. Они много погодя и не менее пугающие события, которые и заставляют Уиллоу проследить за родственниками, когда те в очередной раз отправляются в глухой лес. Невероятно приятные люди. Энергичные. Да, именно. Дальше по списку «Уикенд с родителями». Комедийная драма «Паприки Стейн», премьера которой состоялась еще в ноябре 2022 года в Дании, после чего была представлена на нескольких различных кинофестивалях. А именно до наших экранов добралась лишь 8 августа. И рассказывает историю супружеской пары Пиф и Ульрика, которые перевели свою дочку Нану в новую школу ради великолепной программы и творческого развития. Конечно же, мать и отец очень переживают за свою девочку и готовы на все, чтобы влиться в родительский коллектив в ее новом классе. Познакомившись с родителями одноклассников Наны, пара начинает понимать, что тот самый коллектив совсем не прост. И когда родители вместе с детьми отправляются на ежегодный школьный выезд на природу, им становится очевидно, что без интриг, сплетен и провокаций тут не обойдется. А главная задача для Пиф и Ульрика – пережить эти выходные, не упав в грязь лицом. Удары точно наносили оба. Ошибки быть не может. Далее во взоре – хоррор, про который я говорил в самом начале выпуска. Синистр – пожиратель душ. Его режиссерами выступили Александр Бустильо и Жульен Мори, а премьера состоялась на международном кинофестивале в Роттердаме, после чего его также представили на множество подобных мероприятий. А вот именно в цифровом формате для широкого просмотра фильм стал доступен совсем недавно. И тут стоит отметить, что на основе первых 14 рецензий от критиков он получил довольно неплохой 71%. А синопсис таков. Два детектива в небольшом горном городке берутся за расследование жестоких и ужасных убийств. Они сосредоточены на фактах и уликах и абсолютно не верят в потусторонние силы и тем более в демонов. А вот местные легенды о злобном существе наоборот начинают оживать с этими трагическими происшествиями. И вскоре полицейским все же придется столкнуться с ужасной правдой о том, что пожиратель душ существует. И он вновь вышел на охоту. После первого тура вылетел Равель. 15 августа в цифровом формате стал доступен фильм «Болеро. Душа Парижа». Режиссером этой биографической драмы выступила Анн Фонтен, которая расскажет о том, как знаменитая хореограф Ида Рубинштейн просит недавно пережившего неудачу Морриса Равеля написать музыку для своей новой балетной программы. Женщина жаждет чего-то свежего, чувственного, эротического. В общем того, что поможет ей произвести настоящий бум. Но вот мужчина никак не может взять ситуацию под контроль и наконец-то найти себя. А чтобы оправдать ожидания Рубинштейн и доказать всему миру, что он по-настоящему гениален, ему предстоит вновь окунуться в пучину страсти, найти свое вдохновение и во что бы то ни стало создать свое величайшее произведение «Болеро». Зачинщики Комедийный боевик режиссера Дага Лаймана, главные роли в котором исполнили Мэтт Дэймон и Кейси Аффлек. Премьера состоялась 9 августа на Apple TV+. И тут можно заметить, что критикам лента понравилось чуть меньше, где до средней оценки еще далеко, а вот зрителям чуть больше, где ровно 60%, что является уже положительными цифрами. Итак, коротко по сюжету. В Бостоне двое незнакомцев из Квинси, Рори, ветеран морской пехоты с долгами по алиментам и ипотеке, и Коби, бывший заключенный, а нынче просто алкоголик, которому тоже позарез нужны деньги, становятся сообщниками и решаются на ограбление опасных и влиятельных людей. Ну и конечно же, приступив к своей миссии, их план летит ко всем чертям, и теперь подельников вместе с психотерапевтом Рори нужно каким-то образом уйти от полиции и мстительного главаря гангстеров. Майор Гром. Игра. Российский приключенческий боевик, режиссером которого выступил Олег Трофим. Основан на одноименной серии комиксов издательства Bubble, а если бы точнее, на сюжетной арке Игра. А также проект является прямым продолжением фильма Майор Гром. Чумной доктор. 2021 года. Итак, главный герой Игорь Гром, который, как вы уже догадались, является майором полиции. Владеет сверхсилой, аналитическим складом ума и пробивным характером. Всем тем, что должен иметь в своем арсенале настоящий супергерой. Жизнь мужчины протекает изо дня в день по идеальному сценарию. Днем он направо и налево ловит преступников, а вечера проводит в уютной компании с журналисткой Юлией Пчелкиной, пока однажды не объявляется злодей, называющий себя призраком. Дальше по списку другой финал. Фантастическая драма от Пьера Мессина с Ренатой Рейнцве в одной из главных ролей. Впервые была представлена на Международном берлинском кинофестивале в феврале. А вот для широкого просмотра в цифре появилась относительно недавно. И тут критики, похоже, совсем себя не сдерживали, и в дебюте попросту разнесли ленту с довольно низким процентом. Хотя лично меня синопсис заинтересовал. Где новейшая передовая технология встроена в программу психотерапии под названием «Другой выход». Она предназначена для людей, потерявших своих близких, у которых с ее помощью появляется возможность на время заполнить свое тело мыслями и воспоминаниями умерших. Что, по идее, должно им помочь пережить серьезный удар в виде утраты и получить необходимое время, чтобы должным образом попрощаться. Вот только есть вопрос, на самом ли деле все работает так, как заявлено разработчиком? Вчера ночью в бухте Хирсхольца погибли 9 человек. Непотопляемый. Датская драма от Кристиана Андерсона, цифровой релиз которой состоялся 9 августа. И пока у ленты нет достаточного количества рецензий от критиков со зрителями, чтобы делать какие-либо выводы. Но зато есть довольно неплохие рейтинги от киносервисов, на которые и будем ориентироваться. Итак, коротко по сюжету, основанного на реальной истории. Молодой человек по имени Хенрик узнает о ужасной трагедии, где в спасательной миссии, казалось бы, непотопляемое судно терпит крушение, капитаном которого как раз и был его отец. СМИ распространяет информацию о том, что именно капитан корабля и был виновен в этой ужасной катастрофе, в которой погибло 9 человек и он сам. Тогда Хенрик, абсолютно не веря их словам, берется за свое собственное расследование, в ходе которого сталкивается с жестоким противостоянием со стороны жителей города, чьи близкие погибли в тот день. Нужно было нанять кубрика. Дальше по списку два, так сказать, хедлайнера сегодняшнего выпуска. И первый из них «Покажи мне луну» – комедийная мелодрама режиссера Грега Берланти, главные роли в которой исполнили Скарлетт Йоханссон и Ченнинг Татум, а цифровой релиз состоялся 13 августа. И, кстати, тут можно заметить народ Антомата с довольно среднюю оценку от критиков, с которой явно не согласны зрители, выдавших ленте аж 91%. Совсем коротко по сюжету. Вечное противостояние двух держав затрагивает период 1960 года, где в самом разгаре космическая гонка между СССР и Штатами. Обе стороны пытаются быстрее соперников впервые в истории отправить человека на Луну. Вот только НАСА все же решают перестраховаться и нанимают в Штат настоящую акулу маркетинга Келли Джонс, которая должна не только повысить популярность космонавтов и всей команды, а также, если у Аполлона-11 что-то пойдет не так, втайне заранее отснять хорошо срежиссированные липовые кадры выставки астронавтов на Луну. Смерч 2. Фильм «Катастрофа» от режиссера Ли Айзека Чуна. Является сиквелом одноименной ленты 1996 года. Главные роли исполнили Дейзи Эдгар Джонс и Глен Пауэлл, а цифровой релиз наконец-то состоялся 13 августа. И тут критики в дебюте оценили ленту в общие 75. Зрители после просмотра тоже остались довольны, но выдают уже впечатляющий 91%. История начинается с того, что студентка Кейт вместе со своим парнем и несколькими друзьями разъезжает по Оклахоми в погоне за торнадо, чтобы подтвердить свою теорию учебного проекта. В итоге происходит трагедия, и трое из них, в том числе и бойфренд девушки, погибают, а в живых остается только она сама и друг Хави. Спустя 5 лет Кейт Купер изучает характер штормов через экраны в Нью-Йорке и получает приглашение от того самого Хави обратно вернуться в Оклахому на открытую местность, чтобы протестировать новую революционную систему слежения. Там-то Кейт вместе со всей командой и новым знакомым сталкивается с невиданными ранее ужасающими явлениями. Вот таким получился сегодняшний обзор на свежие ленты. Поставь лайк и обязательно подпишись на канал, чтобы всегда быть в курсе новинок. Ну а на сегодня все. Смотрите только хорошее кино и до скорой встречи!